Ах, самара, как-то-ракодок, беспокойно-ка-я-ка-я, беспокойно-ка-я-ка-я, успокой ты меня. Народная артистка СССР, Халыбко Хармане, Роза Багланова. Желаю вам удачи, счастья, чтобы вы были символом нашей песни. Приветствую вас, друзья. У всех вызывает спор это видео. Посмотрите его. Димаш говорит, что эта бота на путстве адресована была вовсе не ему. Но он, конечно, был бы счастлив, если бы всеми нами любимая народная артистка СССР, Роза Багланова, дала своего бота и Димашу. Но, к сожалению, это невозможно, потому что казахстанский конкурс «Жас Ханат», в котором Димаш Кудайберген участвовал и который дал ему путевку на большую сцену международных конкурсов, был проведен в 2012 году. Это был год после того, когда певицы, народные артистки СССР, человека воплощение сильной воли и мужества не стало. Роза Багланова прошла всю Великую Отечественную войну, имела боевые награды. За боевые заслуги Роза Багланова была дважды награждена, а также она была удостоена звания Халыбко Хармане. Фронтовой репертуар певицы был в основном патриотической направленности. Частушки про фашистов, военные, народные песни. Как утверждала Роза Багланова, она первой исполнила песню Никиты Богословского «Темная ночь». Потом уже Марк Бернес спел ее в фильме «Два бойца». Прислали мне послание, хотят видеть вас. Они же по пять, по шесть месяцев лежат в окопах. Ну, я пошла в окоп. Одной, просто такая дорожка маленькая, по этой дорожке, меня старшина проводил. Потом взял, вот так поднял туда, в окоп. В окопе вода, кирпичи, каска. Разные листья, ветки, длинные-длинные. Я как начала ловить голос. Вдруг через минут двадцать началась стрельба. Капитан прибежал. Сестрена, сестрена, фашисты думают, что мы с вашей песней идем в атаку. Пожалуйста, потише, потише. Скажешь, что ты. Отражение дает. Эхо дает. Мы же в лесу. Пока солнце не сядет, вы не уйдете, потому что фашисты для вас приготовили лучших снайперов. Надо в лоб, в лоб попадет. Надо в сердце, в сердце попадет. Поэтому, пока солнце не сядет, вы не уйдете. Ну, что ж поделаешь? Я там четыре человека, там десять человек, там пятнадцать человек, там один человек. И плачут, письмо дают. Чтобы мы отвезли. Потому что тот день, когда я была, на завтрашний день. Большое наступление. О солнечной поляночке тупою В ней глупую парнишка на поляночке Играя в поляночке Зато, как ночи жаркие с подружкой Замадил, какие полушалки В том красивые ляры Играй, играй, рассказывай Роза Багланова до последних дней своей жизни верно служила своему народу. Она была воистину народная певица. В 1989 году на концерте Евпатории на Розу Багланову вновь нахлынули фронтовые воспоминания. Самым неожиданным образом на сцену поднялась женщина на костылях и тихо спросила «Розочка, ты меня не узнаешь?» Певица в растерянности покачала головой. Тогда женщина громко объявила на весь зал «Роза Багланова не только прекрасная певица, но и мужественный человек. Это она вынесла меня с поля боя, когда фашистский снаряд оторвал мне ногу. Ей я обязана своей жизнью». Только тогда Багланова признала в ней хрупкую медсестру Раечку из военного госпиталя. Две женщины на сцене огромного концертного зала не стыдились своих слез, не выпуская друг друга из объятий, не слыша шквалы аплодисментов растроганной публики. Из-за нахлынувшего волнения голос Багланова предательски дрожал и только с четвертой попытки зазвенел знакомыми переливами. «Ах, Самара, городок, беспокойная я!» Посмотрите, как Роза Багланова смело выступала в 1988 году перед общественным и научным сообществом, поднимая острые, затрагивающие все человечество экологические проблемы, орала, Семипалатинского полигона, четвертого по мощности ядерного потенциала в мире, где прогремело 456 взрывов за 40 лет существования и где мощность всех боеголовок в 2500 раз превышала силу первой в истории человечества бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму. Роза Багланова сама была из Аральского региона, и она не понаслышке знала все об аральской катастрофе. На обнажившейся части орала появилась новая солевая пустыня площадью 5,5 миллионов га. Свыше 90 дней в году над ней бушуют пылевые бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров ежегодно более 100 миллионов тонн пыли и ядовитых солей. Роза Багланова проявила большую гражданскую ответственность, выступая с большой трибуны прежде всего не как народная артистка СССР, а как человек с болью и горечью в душе об экологической катастрофе Казахстана, привлекая и сосредотачивая внимание всю мировую общественность. Не нужно забывать, что это были годы лишь предвестники перестройки, это были годы тотального застоя, когда любое инакомыслие считалось несогласием, выступающим против официальной теории и практики. Когда только началось формирование поколения деятелей, науки и культуры, которые своим творчеством поднимали гуманистические ценности и нравственное развитие общества, как академик Сахаров, которого лишили всех званий и всех правительственных наград, в том числе и звания Героя Социалистического Труда. Некоторые из инакомыслящих были арестованы, осуждены, высланы из страны. Роза Багланова делала это смело, поднимала с больших трибун проблемы, касающиеся родной земли. Она была неравнодушна к судьбе родного народа. Это и есть любовь к родине, это и есть патриотизм. На казахской территории, там что? Семипалатинский полигон, Байконуре, космодром, в Арале яд. Как жить казахам? Если это был бы в загранице, в Америке, как бы мы кричали, что целую нацию убивает, не только Казахстан ведь. Я в тех местах была, мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождаются, нет неба, нет на голове волос, нет руки, ну как, нет ноги. Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Роза Багланова не раз проявляла свою смелую, открытую гражданскую позицию не только перед научным и общественным сообществом, но и на площади в Алмате во время декабрьских событий в 1986 году. Вот ее воспоминания из автобиографической книги. Как только я услышала о том, что происходит на площади, я сразу направилась туда. За мной следом побежал какой-то полковник и заорав, что мне туда нельзя, схватил за руку. Только я крикнула ему, пошел вон, как генерал по фамилии Коряковский сказал ему, это Роза Багланова, пропусти. Я так торопилась, что оказывается надела сапоги на босы ноги, а на улице мороз. Поднялась по лестнице, ведущей к трибуне, и ногой распахнула дверь, оттуда вышел Камалиденов. Я закричала во весь голос, ой, бай, в то время, как наших девчонок таскают за волосы, ногами пинают и бьют наших детей, вы нашли место, чтобы спрятаться. Камалиденов выслушав меня терпеливо и пригласил какого-то генерала, я обратилась к нему. Парней бьют по голове, девушек волокут за волосы, какой кошмар, кругом кровь, прекратите весь этот ужас. Он позвал трех человек и дал команду, прекратите рукоприкладство. Когда я поднялась на трибуну, то увидела сверху, как люди в военной форме хватают девушек за волосы и волокут, пинают ногами ниже пояса, некоторые орудуют саперными лопатками. Увиденное шокировало меня, через некоторое время молодежь начала расходиться. На завтра Серик Абдрахманов позвонил мне и я снова пошла на площадь. Прямо в центре площади он предостерег меня, чтобы была осторожней, так как здесь собрались разные люди. В свое время я не побоялась фашистов. Моя жизнь не дороже жизни тех юношей и девушек, которых избивали вчера, был мой ответ. Я вышла на трибуну и обратилась к собравшимся на площади. В тот момент только 3-4 человека переживали за народ и родину. Абишки Кельбаев, Шерхан Муртаза и Колтай Мухамеджанов. Человеческие качества людей и проявляются именно в такие трудные минуты. Наверное, поэтому многих девочек в послевоенные годы называли розами. Родители хотели, чтобы их дочери были похожи характером и сильной волей к жизни на Розу Багланову. И мою маму родственники называют Розой до сих пор, хотя по паспорту она зауре. Каждый день по радио передавали песни в исполнении Розы Баглановой и дети после военных лет пели ее песни, подражали ее голосу. Это подражание и дало многим дальнейшим импульс к развитию творчества. Розы Баглановой 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 Роза Багланова Родилась 1 января 1922 году в Казалинске, Казалардинской области. После школы в 1939 по 1941 годы училась в Казалардинском педагогическом институте. После смерти отца, когда семье стало трудно, поступила в Ташкентский текстильный институт, так как там обеспечивали жильем в общежитии, бесплатным питанием и можно было подрабатывать ткачихой. В Ташкенте ее пение случайно услышал солист Ташкентского оперного театра и одновременно директор филармонии Кореи Якупов. С 1941 года работала в Самарканде в государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской СССР, Узбекской филармонии. Летом в 1941 году получила направление в Московскую консерваторию, но началась война, и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной Армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом. Она пела песни и частушки из репертуара Руслановой, в том числе и песню «Ах, Самара, городок». 9 мая 1945 года принимала участие в победном концерте в Берлине. И еще раз хотелось бы вернуться к видео, которое мы показали в начале. Роза Тажибаевна всегда поддерживала молодые таланты. Вот что говорят ее ученики, сейчас уже солидные, заслуженные деятели республики, которые стремятся к ее высотам как в профессиональном, так и в общечеловеческом смысле. Хотелось бы, чтобы Розу Апай вспоминали на правительственном уровне. Назвали ее именем улицу, памятник поставили. Можно же сделать такое для Розы Тажибаевны. Когда посещаешь другие страны, там ставят памятники и вспоминают артистов, которые намного ниже уровнем, чем наша Роза Апай. Будучи в преклонном возрасте, потеряв зрение, она приехала и поддержала молодое дарование на конкурсе «Жас Ханат». Осколок от бомбы в военные годы попал в один из глаз, дала себе знать уже в преклонном возрасте. Мы полагаем, этим молодым талантом была Мадина Садвакасова, и это был 1999 год. Возможно, мы ошибаемся. Дорогие зрители, если вы обладаете информацией об этом, то напишите, пожалуйста, когда и где это видео было снято. Вот что говорят ее коллеги-музыканты и композиторы. Она отработала от видов. По колхозам, по аулам, везде. Никогда не жаловалась. И всегда была в форме. Она всегда живьем пела, кстати. Всегда. Представляете, 25-30 концертов в месяц по аулам. В то время машину, сами понимаете, какие марки там были. Поет. В форме всегда выходит. Живьем не хочу. Вот такая была у нас Роза Пань. Сейчас послушаем песню «Акмандаим». Почему именно эта песня? Ведь репертуар Розы Баглановы был насыщен как казахскими народными, так и военными, а также песнями народов мира. Сам композитор Шамшик Алдаяков признавался, что песня довольно трудна в исполнении. Но когда прозвучала эта песня в исполнении Розы Баглановы, то она навсегда закрепилась в репертуаре народной певицы. Ноябр, декабрь, декабрь декабрь декабрь, ахманбайданым жаздым. Ол, аныне жазып-жазып келіп, 58-ші жылы, арада бірнеші анынер жазылып жатты ғойынды. Бірнеші анынер жазылып жатты. Композиторды факультетті оқыған балаға, иғы таптырма ретінде бірілеті фортепианыны пиесалар жазылып көрек басқа, шағармалар жазылып көрек әннен басқа. Соларын бәріні ортасында, Ахманда елімді, 58-ші жылдың декабрінінде шағарды мау, ярыққа. Енді кәсіренде қалдай-ақытай композиторлер енді, қалыптың жамын таватын, Мелодия очень серьезная. В 25-м году, в том числе, в том числе и в том числе, в том числе и в том числе. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok И какие бы они ни были по своему характеру, окраскам, выражения, она просто была богиней И после этого я стал еще больше ее любить и больше ценить Я думаю, это же действительно такое драгоценное существо в наших руках Сколько бы ни прошло времени, прекрасный голос любимой народной певицы Розы Баглановой и сегодня ярко звучит благородной памяти всех поколений Вот так сказал известный композитор Толеген Мухамеджанов, вспоминая, как Роза Багланова поддержала его во время учебы в консерватории в начале карьеры Роза Багланова национальный символ целой эпохи Она внесла огромный вклад в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана Она не просто популярная певица, а прекрасная часть нашей истории Роза Тажибаевна была настоящей гордостью казахского народа Удивительно, что даже в последние годы жизни она не переставала мечтать о том, что еще сможет спеть свою лебединую песню Песня «Лоток тонет и не тонет, потихонечку привет, милый любит и не любит, только времечко ведет А в самом городе беспокойно, 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 успокойно ты меня. А в самом городе беспокойно, 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 беспокойно. Спокойно ты меня. Субтитры создавал DimaTorzok Менің байтақ отаның, ардақты менің қазақстаным, менің қалқым, мен сіздерден садаға болайым. Мүмкәтте рахмет.